До этого момента я в основном рассказывал вам о хороших консолях Не все идеальные, да и идеальных не бывает Но в общем и целом это были достойные игровые устройства Вот например Sega Saturn или Dreamcast Провальные консоли, но это качественные девайсы На них полно игр и ими кайфово пользоваться Ну да, возможно купившие их люди недополучили обещанного Однако они точно не остались у разбитого корыта Но за кадром остаются плохие консоли, реально плохие Я тут готовил ролик про 3DO, плюс у меня там Atari Jaguar приехала Я вот все играл, наслаждался, каждой секунды так сказать И это навело меня на очень интересные мысли Мы с вами удобно устроились Все игровые платформы, которые мы сегодня имеем, все отличные Все они разумные покупки, которые будут отлично вам служить и развлекать вас Мы с вами забыли, а многие никогда и не знали Что такое плохая игровая система Или типа реально плохая видеоигра Действительно плохая Когда тебя обманули, когда ты поверил, вложился деньгами А тебе провели шершавым по губам Когда вместо игр обещания, вместо контроллера китайский вибратор И система все время лагает У нас сегодня все хорошие, все нормально работают На всех полно игр, все поддерживаются Ни одного провала Даже оригинальный Xbox One, вот тот, что первая ревизия в форм-факторе VDK Который чуть не угробил весь бренд Xbox Он до сих пор запускает все новые игры Да, мыльновато, но его точно не назовешь плохой покупкой Сейчас самое время задуматься о будущем и о востребованной во всем мире профессии Дефицит IT-специалистов только в России достигает полутора миллиона людей Это реальность нового цифрового века Да и работа из любой точки мира является большим преимуществом Наши друзья из SkillFactory предлагают отличный курс Android-разработчик с нуля Чтобы вы могли обучиться полезной профессии и достойно зарабатывать С нуля это не пустая фраза Курс рассчитан на обычных пользователей ПК А благодаря обучению вы получите фундаментальную базу и станете полноценным специалистом Наставлять вас будут эксперты практики А растущая комьюнити выпускников поможет разобраться с нюансами Минимум теории Вы сразу сядете за практику И по итогу курса вы разработаете и выложите два своих приложения в Play Market Вы освоите современные технологии Android-разработки Вас научат проектировать безопасные мобильные приложения И использовать Android Studio У вас будет прямая связь с менторами Они будут проверять ваши домашние задания Смотреть проекты и делиться ценным опытом А карьерный центр впоследствии подготовит вас к собеседованиям И поможет в поиске работы У Skill Factory современный подход к обучению То есть никаких нудных лекций Вы сами выбираете себе время для учебы и регулируете нагрузку Всю учебу можно подстроить под свой график Главное вовремя сдавать задания Курс длится 16 месяцев И за это время из новичка вас превратят в уверенного медла Так что хватит сидеть и ждать Переходи по ссылке в описании И становись востребованным специалистом А по промокоду RESTART Ты получишь скидку аж в 45% на обучение Две последние провальные консоли Это PlayStation Vita и Nintendo Wii U Но провальные они по определенным причинам Не связанным с качеством самой консоли На PlayStation Vita Sony просто забили Но приставка-то была отличная Сочный экран, офигенная операционка Куча возможностей Мощь невиданная ранее для портативки Казалось бы, вот оно Развивай не хочу Выпуская игры, зарабатывай деньги Но недостаток игр и несколько идиотских решений Вроде необходимости покупать дорогущие соневские карты памяти Или там попытки запихнуть гиммик сенсорного экрана во все игры Не привели Vita к желаемому успеху Плюс, мне кажется, Vita не повезло по мощности Оказаться вот в лимбо между тупо портативкой Как та же PSP И уже большими приставками Из-за этого на нее пытались выпускать большие графонистые игры Но они все работали там очень паршиво На нее пытались портировать Годнату с PlayStation 2 Но там тоже что-то не получалось Хотя мощности вроде бы должно было хватать Пытались портировать новые на тот момент игры Типа Borderlands 2 и Resident Evil Revelations 2 Но я даже не хочу об этом говорить Тому же Switch'у повезло избежать этой участи Ну и плюс Sony просто забили на свое детище Сегодня ты берешь Vita в руки И это просто чисто кайф Я бы вам ее включил, но она разряжена И я не знаю где зарядник Еще одно идиотское решение Sony Проприетарный порт для зарядки Тоже очень сильно помешало Vita стать популярной Я знаю, что много чего был проприетарный порт для зарядки Включая всякие телефоны Sony Ericsson Но камон, это уже 2012 год Боже, храни Алиэкспресс Если бы не они, мы бы все сейчас жили без зарядников для наших старых гаджетов Тем не менее, это последняя консоль Sony Вот с этим вот японским подходом Скроллеж меню и прям сразу флешбеки вьетнамские О лучших временах, когда гаджеты были уникальными Со своим характером Вся библиотека PSP и PS1 Куча эмуляторов Небольшая, но сочная библиотека Vita Эргономика, экран И все это помещается в карман А? Действительно помещается в карман? Так, покажите, а теперь тест Нет, все, отмена, пацаны Switch тоже в карман помещается Так что, извини, Vita Это не твое очко Провальная ли это консоль? Ну да, так получилось Плохая? Да ты охуел Vita офигенная С Wii U еще смешнее получилось Когда Nintendo ее представили, маркетинг был настолько поганый Что никто просто не понял, что они вообще показывают В лучшем случае люди подумали, что это типа планшет дополнения к старенькой Wii Ну, по крайней мере, так решил лично я Никому и в голову не могло прийти, что Wii U это новое поколение от Nintendo И что к планшету в комплекте еще идет целая консоль Консоль-то саму Nintendo в кадре не показывали Как результат, никто ее и не купил И если говорить конкретно о консоли в ее финальном виде То, ну, тут можно поспорить об эргономике и мощности Мне кажется, идея с игрой на двух экранах крайне идиотской Даже те, кто считает, что это прикольно В конечном итоге не хотят этим пользоваться То есть, когда ты играешь в какую-нибудь, например, Зельду И на планшете у тебя вот карта локации Тебе тупо впадло опускать на нее глаза Надо вот так вот все время головой двигать с телевизора на планшет Чтобы смотреть на карту или на инвентарь Или что у вас там на планшете Намного быстрее и комфортнее было бы открыть менюшку, нажав на кнопку В общем, гиммик людям не зашел И планшет использовали в основном для стриминга на него игры Пока ты сидишь в туалете Но есть здесь маленький, малюсенький, крошечный такой нюансик Который немного выправляет ситуацию Это игры По мощам Wii U конкурировала с Xbox 360 и PlayStation 3 Которые на тот момент уже дышали на ладан Готовя плацдарм для Next Gen Поначалу на Wii U пытались, конечно, портировать разную мультиплатформу Типа там Бэтменов и Mass Effect Но заходило вообще так себе И этот ручеек быстренько иссох А вот сама Nintendo просто завалила консоль играми Новинки Переиздание годноты Виртуальная консоль Обратная совместимость с Wii и GameCube Wii U не зря сегодня называют ультимативным Nintendo комбайном Что уж вокруг да около ходить Switch уже который год выживает на портах игр с Wii U Switch вообще обязан своим успехам этому несчастному провалу Две основные игры Switch'а, Батва и Марио Одиссей, которые дали ему мощнейший старт Изначально делались под Wii U Вот и получается снова тот же вопрос Провальная ли консоль? Да, так получилось Wii U продалась настолько плохо, что уже практически стала раритетом Их так мало, что цена на них сейчас выше, чем на новые Switch'и Спасибо подписчику, который мне ее подогнал, кстати Но плохая ли эта консоль? Да там, все, кто купил Wii U на релизе, точно не обломались Ну или посмотрите вот на PlayStation 3 PlayStation 3 сосет Так, окей Не кидайтесь камнями Да слушайте, я здесь без негатива, у меня есть аргументы На выходе она стоила аж 600 баксов Средняя стоимость консоли на релизе 400 баксов Контроллер с X-axis был слишком легким По словам Sony, конечно же, для реализации гироскопов И из-за этого гиммика Sony заставляли всех разрабов Добавлять идиотское моушн-управление во все свои игры Что было бы не так плохо Спустя годы прицеливания гироскопами Доказало, насколько оно офигенно удобно Я про это целый ролик делал Но только большинство игр на PlayStation 3 работало в районе 20 кадров в секунду И с таким диким инпут-лагом управлять чем-то гироскопом было просто невозможно Из-за чего многие ранние игры типа Heavenly Sword становились просто неиграбельными Кто играл, вот сейчас вспомнили Обязательный уровень с турелью Он все нервы выматывал из управления гироскопом Ну или, например, я так и не смог пройти Heavy Rain Знаете почему? Потому что в начале игры там нужно полотенцем вытираться, тряся контроллером Но 6-axis были настолько пососными, что в моем этот гироскоп сразу же сломался И я просто не смог пройти дальше вступления Так же было и с Killzone 2 и многими другими играми На PlayStation 3 была ужасная мультиплатформа В Mafia 2 не было травы Мем про мыло, он возник не просто так У PlayStation 3 чипы отваливались почти так же часто, как и горели Xbox 360 Ну и так далее и тому подобное Но в какой-то момент Sony одумались, изменили подход к играм Сделали новые ревизии получше Сделали третий DualShock вместо 6-axis И стало прям нормально Плюс не стоит забывать, что это был хороший медиакомбайн И лучший Blu-ray плеер Так что в историю PlayStation 3 вошла все-таки сидя на белом коне Провальная ли это консоль? Говорят, она чуть не потопила Sony Но плохая ли это консоль? Многие ее аспекты, безусловно Но она нивелирует весь негатив эксклюзивами Поэтому, опять же, финальный покупатель в обиде не остался Даже наоборот Из прямо плохого можно разве что вспомнить какую-нибудь Уйя Уморительная была история Обещали прорывную приставку, свободную атаков платформодержателей Дешевую, народную А в итоге пшик Кривая косая с копеечными играми из Google Play Сделанная людьми, которые только и умеют что обещать да впаривать Надо будет, кстати, прикупить как-нибудь Когда-нибудь в будущем Но Уйя это типа инди-проект Деньги они на кикстартере Собирали, делали все это какие-то мутные ребята Да, обещания были мощные Но, типа, камон Сделать приставку и вывезти ее на рынок Это вам не за хлебом сходить Доверять в этом деле ноунеймам все равно, что на рельсы лечь И думать, что все нормально будет А потом понять, что ты в меме с рельсами И это тот вариант, где выбирается мультитрек дрифтинг Нет, я имею ввиду реально плохие системы Но от крупных надежных производителей Как если бы вышла новая PlayStation, но она бы работала там через раз Использовала проприетарный всратый формат дисков Геймпад все время терял бы коннект Раскладка кнопок была бы нестандартной И система напирала бы на какие-нибудь идиотские гиммики Которые не делают игры лучше, а только мешают Можно подумать, что игровое устройство Типа, да вот оно Вот, смотрите, вот, смотри, игровое устройство Типа, включил Включил, включил же, включил и играешь Ладно, как-то кринж Но мы упускаем Сколько нюансов и мелочей в этом процессе И как легко его испортить И мы не думаем об этом Пока все хорошо, естественно Нам кажется, что это все так просто Вот она PlayStation 5 Слишком огромная для любой мебели, которую вы можете себе купить А если ставить ее горизонтально, то подставка не держится и консоль скатывается на бок В итоге ты ставишь ее в какой-то шкаф, потому что это единственное место, куда она влезает Но ей там не хватает вентиляции, она начинает перегреваться и шуметь Ей повезло быть консолью PlayStation с горой отличных игр Ради которых люди готовы терпеть такие выходки В другой ситуации этот дизайн ее бы угробил Самой мемной плохой консолью, наверное, является нинтендовская Virtual Boy В корне-то неплохая идея была Железо у нее было хорошее на свое время 3D-эффект работал Nintendo подогнала пачку эксклюзивов Но что толку, если все это... Это просто какая-то нелепая, бестолковая попытка Я не знаю, VR, наверное Я не понимаю, что они хотели в тот момент сделать И я сомневаюсь, что они сами это знали Думали ли они, как в это кто-то будет играть? Они банально не сделали нормальные ножки для баланса В итоге консоль даже на ровной поверхности стоит с трудом Ты хочешь вот как бы прильнуть к очкам посильнее, но консоль от этого падает Никакой речи, чтобы носить ее на голове, у глаз и быть не может А ведь это основной предполагаемый способ ее использования Эффект глубины поначалу выглядит неплохо Но тебе все время приходится перестраивать зрение Из-за чего глаза начинают очень сильно болеть Это можно сравнить вот с этими, знаете, 3D-картинками В которые надо долго всматриваться И тогда они становятся трехмерными Вот те, которые ты близко к глазам подставляешь А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть отдаляешь руку Пытаясь на ней сфокусироваться Но так как она слишком близко к твоим глазам Сфокусироваться не получается, у тебя глаза болят А теперь представьте, что вы так сидите 10, 20 минут, полчаса Стараясь сфокусироваться то на одном, то на другом объекте И все это прямо у вас перед носом Это же ужас! От такого близорукость и косоглазие развиваются Так вот, возвращаясь к виновникам этого видоса Я, честно говоря, в полном ах... от 3DO И в особенности от Atari Jaguar И как бы, да, ахаха, мемные консоли из прошлого Про них АВГН ролики делал На 3DO есть та игра про сантехников, которые не носят галстуков Кстати, ее обещали портануть на Switch Где мой карик? Limited Run Games Что такое? А Jaguar, ну это же вообще Тут в заставке вот шлепа большой русский кот крутится Это куда? Почему? Вот это умора Да и это же не серьезно все Ну типа, никто же не будет серьезно в эти игры играть Я здесь ролик хочу сделать хороший Вам историю рассказать Там столько потрясающих фактов Но нужно думать, как эти устройства воспринимались в момент выхода Как чувствовали себя дети, которым их покупали родители Насколько огромными ощущались суммы денег, которые люди на них тратили Это сегодня ты просто запиратил все игры Ну или там купил какой-нибудь Assassin's Creed на 200 часов прохождения с эпической историей А представьте, что вы купили игру про сантехников и галстуки за 60 баксов 3DO это фактически консоль от Electronic Arts Ее делали мастера индустрии Продано несколько миллионов единиц Инновационный подход к железу И библиотека приличная А Jaguar в целом да не должен нуждаться в представлении Это же Atari Atari создали видеоигры в том виде, в котором мы их знаем сегодня Потом, правда, похоронили и Nintendo пришлось разбираться, но это другой разговор Это была лебединая песнь американского видеоигрового гиганта Мощная консоль, обогнавшая время Вопрос только хотелось бы задать, куда они, собственно, торопились Я ненавижу Jaguar На него вышла всего 81 игра И 14 из них на CD от Дони Которые сегодня невозможно достать Из 81 игры нормальных, ну штуки 3, дай бог, наберется И те порты с других платформ, вроде Doom и Rayman'а Забавно, что есть реклама, где парень спрашивает у пордавана А чё, сколько вообще игр на Anthem вашем Jaguar'е? А чел уворачивается от вопроса Эти идиоты так хотели уничтожить конкурентов Next Gen'ом, что забыли этот Next Gen' сделать Jaguar, ну это же первая 64-битная консоль 64 бита Математикой ты воспользуйся Ты чё, в школе учил алгебру, что ли? Это вам не математика А значит, надо было, чтобы всё было в 3D Вот они и навязывали во все игры это 3D Только Jaguar его нифига не тянул 3D хоть как-то делал игры лучше В тот момент точно нет Да и вообще, в который раз я вам заявляю Мы не в графон играем Зато 3D жутко тормозило и выглядело уродливо Вот отличный пример Kazumi Ninja Fighting Что может быть проще, чем экран выбора персонажа в файтинге? Ну правильно, ну серьёзно Выбор персонажа в файтинге Нет, надо туда хоть как-то засунуть 3D Поэтому персонажей мы выбираем от первого лица Гуляя по какому-то склепу в 4 фпс И вот представьте, что вы ребёнок в 93-м году И вы повелись на рекламу И вы просили у родителей на Рождество Atari Jaguar И вам его дарят И вы видите игру вроде Checkered Flag Которая работает на 5 кадрах в секунду И даже если в свои годы 3D впечатляло То какой смысл-то, если играть в это невозможно? Единственный положительный фактор Jaguar Он был немного дешевле остальных консолей Но даже так он оказался никому нафиг не нужным 3D-о это конечно не такой же эпичности фейл Игры были Но история в целом похожа Самое смешное, что буквально в то же самое время, что и Jaguar Рекламщики 3DO заявляли, что нет Это вот у них самая продвинутая игровая консоль У нас, нють, у нас 3DO давило на диски и full motion видео А значит что? Значит во всех играх должно быть видео, как настоящее кино Сука, да как это сделает игры лучше-то, скажите мне Вот смотрите, вот это вот клон Doom Только играть невозможно Но зато временами появляются оцифрованные записи людей Такого вы в Doom не видели И это считается хорошая игра на 3DO В итоге снова Лучшая игра на 3DO это порты с других платформ Которые никак не используют гиммики с кинцом Все на тот момент эксклюзивы в том или ином виде Старались сделать из игр кино И это все портило Но главная проблема это конечно сами диски 93-й год Технология хранения цифровой информации на дисках Только-только зарождалась И диски все время лагали, висли Быстро портились И в целом были очень ненадежны Даже в те годы CD-приводы 3DO очень часто выходили из строя Диски не читались Видео в играх начинало постоянно лагать И я даже не хочу вам рассказывать Через сколько колец мне пришлось прыгнуть Чтобы заставить 3DO работать сегодня С ней конечно не все так плохо Игры были И местами действительно показывали неплохой Некстген Ну типа вот-вот Вот вам чекерд флэг на Ягуаре А вот первый Need for Speed на 3DO Они вышли с разницей в два месяца О чем ребята из Atari вообще думали Я фиг знает Наверное о том, что 3DO стоит Сука по тысячу баксов Я просто не могу представить Через какие ужасы проходили геймеры тех лет Когда на рынке у них были Такие вот игровые устройства А реклама в телеке была настолько убедительной Так что мы должны радоваться насколько у нас сегодня все просто Неважно Xbox у вас, PlayStation 4, Switch, комп с GTX 950 или даже просто телефон с Bluetooth геймпадом У вас в любом случае будет нормальное, надежное игровое устройство И куча игр И никакого обмана Вот такая вот веселая история у нас сегодня получилась Спасибо вам большое за просмотр Естественно про 3DO и про Ягуар Будут потом отдельные большие ролики Потому что на самом деле в плане игр Не то чтобы много что можно рассказать Потому что консоли действительно отвратительные Собственно этот ролик существует по этой причине Но там очень много очень интересных историй Которые касаются этих консолей И про это все будут отдельные ролики Это все замечательно Вот есть например Doom на 3DO И он отвратительный, он очень плохо работает Там целая эпическая история о том Почему этот Doom такой Как его разрабатывали И какие идиоты принимали в этом участие И при этом в нем самый лучший саундтрек первого Doom на всех платформах Это поразительно Я сидел в плохом настроении короче И что-то не перло мне ничего сделать И тут я играю значит в Ягуар и в 3DO Эти отвратительные совершенно И понимаю насколько же у нас сегодня Рабочая, хорошая, стабильная индустрия И все нормально А люди раньше бегали с палками и били друг друга Потому что у них был Atari Ягуар Судя по всему так это все было Поэтому я просто излил все свои эмоции в текст Получилось вроде не то чтобы супер информативно Но я надеюсь достаточно весело Ладно в общем теперь та часть видео Где я рассказываю куда жать и на что подписываться Но я думаю вы и так все прекрасно знаете По экрану ползет список людей Которые поддерживают этот канал финансово Спасибо им огромное Кстати только за их счет у меня и есть Ягуар и 3DO А ну и отдельно наверное надо поблагодарить людей Которые мне прислали свои 3DO Потому что я не помню точно Но вроде как 3 3DO я купил сам И еще 3 мне прислали подписчики И 5 из них не работает В общем все понятно Вы все знаете Увидимся в следующих видосах Но я вам расскажу чик-чирык Да ну зачем я буду это вам рассказывать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!